Всем привет! Сегодня в нашем видеообзоре система контроля давления в шинах модели АВС-07ТПМС. Данная модель у нас осуществляет показания, передает по Bluetooth на ваш телефон или планшетный компьютер после установки программного обеспечения. Давайте взглянем на комплектацию данного устройства. В комплект у нас входит инструкция подробная на русском языке, гарантийная карта, сами датчики, которые подписаны, передние и задние, 4 датчика всего. Далее специальный пластиковый ключик для того, чтобы датчик можно было открыть и при необходимости сменить батарею. Также у нас в комплектацию входит ключ для контргаек, 4 контргайки и 4 дополнительных уплотнительных кольца, если вдруг вы потеряете свои или ваши придут в негодность после смены аккумуляторов. Сейчас я вам покажу, как датчик открывается. Мы посмотрим на то, какая там батарея, и далее пройдем на улицу и установим данные датчики на автомобиль. Открывается датчик очень просто, мы берем пластиковый ключик, берем наш датчик, устанавливаем его нижней частью с резьбой в наш ключ и далее откручиваем против часовой стрелки. Вот, снимаем крышечку с него и заменяем аккумулятор при необходимости, батарею. Здесь у нас стоят батареи стандарта CR1632. Подписано все. В комплекте с датчиками аккумуляторы уже стоят. Если вдруг батареи начнут сажаться, вас также об этом уведомит приложение по Bluetooth. Помимо самого давления, датчики также передают и температуру. Надо сказать, что температура передается не точно, так как датчики установлены снаружи, вот, и это может играть такую небольшую роль, плюс-минус несколько градусов. Давайте пройдем в автомобиль и посмотрим непосредственно на то, как датчики работают и на их установку. Итак, мы находимся на улице и сейчас будем устанавливать датчик давления на автомобиль Honda Pilot. Три датчика мы уже поставили, сейчас будем ставить четвертый. Затем устанавливаем сам датчик. Далее с помощью гайки контрим сам датчик. Специальный ключ из комплекта используем для усиления. Датчик стоит и уже никуда не открутится без специального ключа. Итак, нам остается найти в App Store нужное нам приложение. Выглядит оно вот так. Скачать его. Приложение скачалось. Открываем. И теперь введем датчики в ручном режиме. Чтобы ввести датчики в ручном режиме, необходимо ввести коды из инструкции. Все четыре датчика у нас подключены. И для того, чтобы приложение начало считывать информацию с датчиков, необходимо прокатиться на автомобиле. Небольшое расстояние. Итак, мы начали движение. Сейчас посмотрим, как быстро появятся наши датчики. Так, два датчика, три датчика появилось. Появился четвертый датчик. Далее мы сейчас припаркуемся и покажем вам, какие настройки существуют в данном приложении. Мы припарковались. Теперь давайте посмотрим, какие настройки существуют в данной программе. Настройка информации, предупреждающей о низком и высоком давлении, а также о температуре. Далее верхние и нижние пороги давления в шинах, после чего будет предупреждающий сигнал. И температура. Если температура шин поднимается в выше заданной температуре, также телефон вас предупреждает об этом. Ну, собственно говоря, давайте попробуем открутить один датчик и посмотрим, как ведет себя телефон. Датчик предупреждает, телефон предупреждает нас о том, что давление в датчике упало до нуля бар. Теперь датчик поставим на место и посмотрим, как быстро отреагирует на это приложение. Все, датчик поставлен на место. И приложение тут же дает понять, что все в порядке. И теперь давайте посмотрим также, как работает приложение в фоновом режиме. Мы также открутим один из датчиков и посмотрим, как приложение нас об этом оповестит. Так, вот. Датчик откручен, приложение сразу нас оповещает о том, что один из датчиков откручен. Левый, задний. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, на которые мы обязательно ответим. Субтитры сделал DimaTorzok